Я представитель Белоруссии, приехал на эту конференцию из города Минска. Работаю в Академии наук Белоруссии в Институте тепло- и массообмена. Главный научный сотрудник, профессор, доктор технических наук. Я давненько, в общем-то, не был на Украине. Не так часто мы бываем, так сказать, как раньше, что, так сказать, ну, плохо. Так, и вот я получил возможность приехать и участвовать в работе этой конференции. И, в общем-то, доволен, честно говоря, доволен, что я, так сказать, попал на такое интересное и хорошее мероприятие, которое проводится, как мне известно, уже третий раз, это третья конференция международная. Но мы эту информацию получили впервые. Я думаю, что все последующие мероприятия или следующие номера этой конференции, так сказать, будут, мы будем получать приглашение и будем иметь возможность участвовать. В Белоруссии много занимается и много интересуется проблемами переработки отходов, различных отходов. Мы работаем с многими предприятиями, как Белоруссии, России. Пока вот с Украиной ведем переговоры. Я встречался вчера с коллегами из Днепропетровска. Завтра буду встречаться с коллегами из Киева. Тоже касательно, так сказать, вопросов переработки различных видов отходов. Мы в основном занимаемся термическими методами переработки, высокотемпературными, которые пригодны, это считается затратной технологией, она пригодна для переработки особо опасных токсичных отходов. Такими отходами являются прежде всего радиоактивные отходы, большой класс медицинских отходов, в том числе отходов, скажем, содержащих терапевтические препараты, которые содержат радионуклиды сами по себе. Поэтому это затратная технология, но она, в принципе, необходима для того, чтобы мы нормально умели, так сказать, обращаться с этими отходами. Работаем мы со многими зарубежными странами. Наша установка по переработке медицинских отходов работает в Японии. Полтора года назад, в конце 2004 года, мы были на Тайване, где по приглашению тайваньской фирмы сделали достаточно большую, интересную, как нам кажется, презентацию для правительства Тайваня, после чего одна из тайваньских фирм заключила большой контракт с нашим институтом. И сейчас проводится работа по разработке установки крупнотоннажной для переработки медицинских отходов. Но эта установка работает со схемой утилизации тепла, поэтому эта технология будет уже не затратна. Она будет более экономична и более приемлема, в том числе и для наших стран. Ряд других стран. Работаем с Европой, с французами работаем, работаем с Израилем. Выполнили большой контракт по переработке отходов для финской фирмы. То есть круг интересов большой, но нам бы хотелось, конечно, более глубоко работать с нашими самыми близкими соседями, с Россией, с Украиной. Поэтому мы заинтересованы в продолжении наших, так сказать, контактов, встреч. Я думаю, что участие, организация таких конференций и таких встреч всегда будет очень, так сказать, полезно для всех заинтересованных организаций, институтов, фирм и других, так сказать, учреждений. Спасибо. Ну и в конце моего выступления хочется выразить, так сказать, пожелания, во-первых, организаторам конференции, то есть пожелания и благодарность, что конференция проверена на очень хорошем уровне. Нам часто приходится принимать участие в аналогичных мероприятиях в разных странах. Но здесь мы видим, что тоже очень хорошо и доброжелательно все организовано и приятно приезжать сюда, в Харьков, на Украину. Поэтому мы будем ждать постоянной, так сказать, информации о следующем мероприятии, которое проводит в Харькове эта организация «Экоинформ». Ну, пожелать хочется еще более тесных контактов. Все-таки мы близкие две, так сказать, славянские страны, Белоруссия и Россия. Хотелось бы пожелать возобновления тех добрых и хороших начинаний совместных работ по разным проблемам. Это и проблемы Чернобыля, это проблемы переработки отходов различных. Чтобы были более тесные и более, так сказать, результативные контакты между нашими научными и производственными организациями. Спасибо. 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 Спасибо.